Еще буквально вчера они учились ходить и говорить, а сегодня уже выступают на официальных турнирах. Приведя ребенка в спортивный зал один раз, потом их практически не вытащишь из тренировок. Бадминтон интересен, потому что там ты много двигаешься и растягиваешься. Я занимаюсь чаще всех, я занимаюсь каждый день. Помимо Казани массовый бадминтон проникся во многие районы республики. Если раньше он был разве точечно, то сейчас мало в каких школах и спортивных объектах вид не был бы представлен. Сейчас уже мы развились до такого уровня, что 7 школ района у нас стабильно участвуют на районных соревнованиях. Районных соревнований уже собирает более 100 человек у нас. Сейчас нами подготовлена стратегия развития бадминтона. Победители соревнований были определены в двух возрастных группах в одиночном и парном и смешанном разрядах. Это очень важно для этих детишек, потому что они с удовольствием приезжают в такой большой город, как Казань, в спортивную столицу. На основании этого отбора будет формироваться сборная из этих детишек. Это порядка 40 человек, которые будут представлять нашу республику в России. На протяжении всех четырех туров соревнований будет обновляться рейтинг, лидеры которого по итогам года будут награждены ценными призами. А дальше участников ждут всероссийские старты. Алмаз Гафиат, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова